всем привет друзья в этом видео расскажу как я делаю отводной поводок кто-то тоже довольно все просто черчу я ловлю в основном magic не последнее время начал ловить нас в 1 недавно только совсем мне понравилось ничего так интересненько довольно-таки но здесь проводка там более-менее похоже на джек но там тоже надо конечно делать те же подерганы что-то еще в общем про визировать ну а ты на мой взгляд мне кажется рыбе как-то более наверх она не пугается если там повесить флюрокарбон она не пугает флюрокарбон там где сама приманка все это покажу она не пугается и клюет более уверенно не сходит то есть цепляет она хорошо бывает прям аж проглатывать приманку не достать оттуда на вас джигом по все посложнее джигом она бывает клюет конечно но срывается не просекать что-то еще видимо либо как-то задевается не задевается мешает ей сам саму грузика не бывает рыбы не просекать срывается что-то еще в общем еще есть такое заметил что на отводной поводок что касается окуня окунь клюет гораздо крупнее не знаю чем это связано может быть он как-то более поумнее выражу все же да побольше поумнее побаивается что-то отпугивает в джига ловки а вот вот в одном если там стоит флюорик флюор флюор карбон в воде как говорят не видят рыба вот и клюет более уверенно ну что ж сейчас я покажу как нет байк рублю вот он так умер плюшки на большом на как я делаю это черчу то есть двойной то есть как дел я здесь вот в этом месте сюда привязываю вот наверх кругляша вот этого привязываю плетенку да там здесь когда понятно вниз я креплю ставлю уже флюор карбон потолще сюда ставлю там груз почему флюор карбон как потолще тогда раза где-то на три килограмма опять же я учитываю по отношению плетенки если например плетеночка там разрыв до четырех килограмм то я ставлю флюор на разрыв до трех килограмм чтобы при зацепе орвался сам флюор они плетенка плетенка плетеночка дороговато и жалко ее терять потому что он трется как грузик трется одно да там шаркает задевает и камни ракушки и в этом месте он бывает пертирается плюс приходит негодность поэтому здесь можно потолще повесить а здесь можно либо такой же либо потоньше здесь уже что ее здесь идет тоже флюор карбон и здесь уже как у нас крючочек и сама приманка ну так вот волнистым здесь то есть нас будет приманка да вот так все поймал можно не так сделать но можно допустим там не в эту сторону грубо говоря да там в эту сторону без разницы здесь будет нас там приманка да здесь на флюор да и здесь флюор получается здесь на на плетенку то здесь нас . на что у нас получается вот тогда вот так без разницы просто как так начертел до смысл понятия что касается двойного то есть на одно колечко крепим и плетенку и флюор карбон а чуть ниже груз а там где приманка мы выделяем отдельно колечко для него есть также тройные вертлюшки рисование вот такие тройные несет плюшки здесь только все просто здесь наверху у нас идет плетенка здесь флюор почему флюор но он более износостойк тренинг поэтому лучше закрепить не плетенку не леску на флюор флюор более стойкий ко всем там каракушкам камнем и так далее сюда грузила сюда основную есть приманка есть тоже флюор допустим ff поставим флюор карбон здесь плетенка здесь я делаю где-то метр поводок здесь 30 сантиметров здесь один метр принципе все просто да единственно что мне не понравилось вот здесь вот до этого показывал там двойной да вот вертлю ручку у меня при забросе никаких проблем не было здесь что получается здесь при забросе вот этот поводочек метровый да он захлестывает вот этот как так получается я не знаю через раз через два то есть вот здесь он так вот идет сюда наматывается и свисает сейчас как это выглядит в живую сейчас я покажу не на рисунке в реально вот так это выглядит то здесь плетенка основная здесь это леска здесь флюор есть от грузика здесь мы уже цепили основную приманку и вот когда при забросе делать заброс то она падают воду вот в этом месте через раз через три происходит перехлёст то есть вот так я достаю приманку из воды здесь так потянуты меня получается такой перехлёст флюор у меня не толстый у меня также есть память и здесь он переминается вот в этом месте когда я начинаю распутывать да вот это вот все слово даб камни прилип пора какое видео подряд вот разматривать в этом месте уже весь перемятый но такой какой-то вещь сгорбившийся это мне этот тройной пляжок не очень понравился если честно удобно гораздо удобно чем там потому что тут тоже вот в этих местах если тоненький вот на ультралайзе лунат в одной меня тоненькая плетеночка тоненький флюор вот с этого места вот здесь допустим так плетенка идет здесь флюор и со временем флюор и плетенка соскакивает попадает вот туда вообще вот на это место начинает вот тут эта штука она не очень гладенько сделано сам тот круг лишь в кругляшок да и начинает тереть плетенка и флюор и соответственно все это со времен приходит опять негодность поэтому есть свои минусы свои плюсы этот куча всяких разных приспособлений как вязать в одном поводок кто-то делает скользящий кто-то просто берет там либо под замочек до крепит к замочку никто не заморачиваться все делать по разу что что значит замочки замочки то есть вот замочек кто-то говорит да я не парюсь там я на эту сторону вижу так так на эту так так и все чтоб лично покупать но тут так делает кто-то на обычные круглые колечки вяжут все по-разному поэтому вот я рассказал как я это делаю я ловлю и так и так по настроению единственно какие минусы вот я ловлю на оке как многие знают на те очень много зацепов плетенка у меня тоненькая что на ультралайте что на на джеке на большом да на тяжелом я вот так называют тяжелый джек где там груза у меня 12 14 грамм особо не подергаешь и очень часто у меня за рыбалку примерно происходит если я ловлю там практически целый день происходит в районе там 10-15 обрыв надоедает вязать вот этот соедини тут соедини тут не проще взять джек там связать флюрокарбон с плетенкой соединить узлом морковка отличный узел и вообще не парятся все гораздо быстрее быстро и аккуратно но если особо никто никуда не торопится можно заморачиваться здесь так вот с таким соединениями заморочиться соединить и забрасывать не спеша я так бывает делаю когда у меня спокойно рыбалка не суетная шуме спешить некуда там надо домой какие-то дела еще чего-то я спокойненько оторвал думаю ну ладно присел связал дальше оторвал опять когда такая должна бывает быстрая рыбалка туда сюда быстрее скорее бегаешь тут там время поджимает там тебя буквально там три четыре часа то конечно уже я ловлю на обычный джек ну что касается груза вот у меня были были маленькие большие на пробу как только начинал пробовать ловить на отводной вот такие сам простые сам дешевый но видите да в каком они виде все груб на не сам 50 рублей что не стоит или 60 10 штучек учет такое вот вот они очень такие грубые вот здесь тоже как-то непонятно да в общем я и сказал интернет-магазине я на картинке они инфографию это хороший красивый как меня привезли не конечно увидел испугался но не стал отказаться дома возьму попробую нормально ловить можно но если дно закоряженная весь есть ракушки камни цепляет все подряд обрывы обрывы и обрывы что такое здесь сколько на 12 грамм такая вот такая капелька маленькая здесь нас там 4 грамма идет она тоже цепляет купил решил купить конусные по моему они как-то так называются тульские до груз конус для 2 1 платка drop shot вертушки тролевали вот здесь он блестит вот они где-то видите вести где-то не блестит значит там где не блестит они уже в воде побывали но вот вот такое я отловил есть на видео большое практически на час я говорил про них что как они проходят но более мягче более приятнее я ссылочку на это видео оставлю в описании кому будет интересно там довольно таки большое видео трудовая рыбалка была что-то поймали что-то не поймали так получилось решили большое видео сделать может кому-то будет интересно ну вот я там рассказал что рассказывал что твою минуту на такой конусный груз гораздо интереснее проходит лучше через ракушки через камни цепляет но не так как вот капелька да вот эту разницу какая более вытянут здесь одинаково есть 4 грамма и здесь 4 грамма вот такие вот они ну так он вытянута конус на сделала он более интересно проходит препятствия мне больше такой понравился буду покупать для не бывает для бы для тяжелого джига так скажем тоже буду давить над в одной пробовать буду покупать вот такие побольше грамм на 12-14 обязательно буду пробовать больше груза скажешь почему 12-14 я не люблю тяжелые снасти мне нравится либо легенький ультралайт либо средненький там ну край 16-18 не более как вот так получается ножки тройные они значит за фирму 1 попавшийся было которую наличие что-то было я купил и веришься попробовать их получается что вроде как все рассказал всем спасибо за просмотр до новых встреч на рыбалке услышимся на канале всем большое спасибо пока